Доброе утро, дорогие мои. Вчера я два ролика снимал. Первый ролик выпускал новый голубей, а второй ролик рассказал про то, почему голубки яйца не несут. В том ролике, где я показывал, почему я эту голубку не буду выпускать. Не прошло, а предыдущий ролик. Посмотрите, эта же голубка, я его как раз снимал, у него хвост был сломан, приспущенный. Я говорил, она одно яйцо позавчера снесла, сегодня одно и второе яйцо должна снести, поэтому я не подниму. Вот там ее гнездо. Теперь посмотрим, сколько там яиц находится. А там находятся, дорогие мои, два яйца. Это одно яйцо, которое 15-го числа вечером она снесла. То есть 17-го второе должна была снести. Ну как, понимаете? Ну как видите, яйца у нее уже в попе нету. То есть она снесла яйцо. А куда делось яйцо? Это голубка была с яйцом. Я ее вчера специально не выпускал. Это вот для тех, которые говорят, вот голубка несет одно яйцо. Нет, второе яйцо пропадает. Либо пленка бывает, и это, да, не полноценное яйцо, разбивается и ломается. Ну либо где-то там это, да, не успевает даже до гнезда долетать, чтобы это снести. Бывает в небе, голубка яйца несет, понимаете? Вот когда вот с яйцом поднимаете, прямо сверху яйцо попадает. В общем, сколько раз я показывал, вот у меня когда, да, на полу, то есть на земле там разбитое яйцо. То есть голубка снесла в небе и такое тоже. Несут голубки по два яйца, по одному не несут, дорогие мои. Бывает еще случай, когда голубка залезает в чужое гнездо и несет там свои яйца, да, и вот там говорит, вот у меня голубка снесла 4 яйца или 3 яйца, а вот второе я не снесла. Понимаете? Вот получается вот так. Вот тоже яйцо тут валяется. Так, это от нее яйцо. Видите? Вот так и пропадают яйца, дорогие мои. Так, ну вчера у меня сатана опять соскочил, его опять нету. Пошел, наверное, искать город Юргур, родной дом. Ну, скорее всего, этих подниму, он появится, он помотается и должен. Уже два раза он соскочил и вернулся. Ну, как говорится, Бог любит троицу, да, пока успокоится. Так, значит, сегодня я поймаю этих же взрослых голубей. Ну, то есть, они по возрасту, эти же голубки, там, голуби, да, они ровесники с теми, которых поровано. Допустим, ну, сатана, он намного старше, чем с кем я его поровал, с дочкой Челем поровал, она только-только начала себя показывать. Голубочка с ней поровал. Ну, все, то есть, ну, приблизительно ровесники. То есть, вон там стариковский панук, потом, короче, поймаю вот голубей, там кукленыш с этим сапашем парит, ну, все, да. Ну, впереди это, да, там, до этого я... В принципе, эти мои голуби, они тоже все это время почти засиженные из-за голубок. В основном, вот, где здесь сидят, не вы это, да, не выскакивают, то есть, ну, как бы семейно, вот как человек жрелся, и вот он не выходит во двор, да, весь день дома. Вот скажем так, вот такая же песня о этих голубей. То есть, можно сказать, что детей и этих не гнали. Ну, ну, мои голуби находятся у себя дома. Они себя должны показывать, как они ездят. А вот, вот эти двое, которые от друга, да, видите, начали ворковать. Через восемь месяцев, и по месяцам восемь, да, вот они начали показывать, что голуби. До этого тишина. Не летали, не ворковали, ничего не показали. Такое тоже бывает. Слушай, мы это у полюбовщиков. Вот, хорошие голуби всегда. Хорошие голуби, голуби не гоняют, летают. Это, в общем, да, это вот генерал образ, вот, споровался с Ашотовской голубкой. Ашотовская голубка в прошлый раз выпускала, она не полетела. Но она не гнатая. Еще раз, это у тех, у которых, по-любому, вот у них там выпустил, и там полетел на двадцать семь часов. Или на двенадцать часов, как минимум. В реальности это, на самом деле, не имеет значения. Тут тоже, ну, красный вообще молодой, это вот одна гнездка того, которого там сухожилия перерезал. Тоже, вот он только начал ворковать, споровал. Сейчас я поймаю этих голубей. Еще и вчера чужак ко мне зашел, и чужака тоже выпущу. Ну, обычно чужаков я всегда по ногам луплю, исходы выпускаю, да, ну, чтобы картину не испортило, конечно. И посмотрим, на самом деле, что голуби показывают. Вот эти, которые били, они будут дурковать на голубках. Сядут на голубок, будут спускать. Ведь я же всю зиму показывал, только выпускал, они моментально пошли. И бой показывали, и это, да, ну, посмотрим, что на самом деле покажут. Не будем гадать, посмотрим. Так, дорогие мои, ну, поймал я 15 штук голубей. Сейчас буду я по парам выпускать. Ну, в общем, посмотрим, что они покажут. Вот эта голубочка, которая не станет, я ее вчера не выкидывал. Вот она, грудь мазаная. Вот она лупасит. Вот тут найдем еще уголуби. Ну что ж, тут не надо соскочить. Да, чубатенький тоже соскочил. Ладно, вот это ее голубь. Ну, засидевшая она сейчас. Она может и не пойти. Голуби, когда некоторое время не гоняете, уходят за бой, если боя много в них. Он сейчас пока сыпает. Вот видите, ее будут начал дурковать уже. Уже вот переворачиваете. Ребет, а переворачивается. Тут есть пара. Тут вообще чудо будет. Этот на ней будет сидеть. Вот я сейчас голубочку выкидываю. Это от Лёвы. Сейчас кукленыша мы выпустим. Чубатенького. Вот он. Видите? Он сейчас вот как только увидит голубку, на ней будет сидеть. Пока как вы себя показывает еще более-менее. Но он сейчас сходу сядет на ней и будет гнать домой. Ну, так голубочка поднялась. Молодец. Вот она. Не засидела, скажем так. Ну, поперла с боем. Вот она. И других мы сейчас поднимем. Так. Где ты? Это вот голубочка, которая не гнатая. Посмотрим, сегодня она полетит. И сегодня не полетела. Да нет, вроде пошла. Вроде пошла. Ну, что, со временем мы будем синим и выпустим. Это вот ее голод. Это генерал-обрат. Сейчас тоже на ней сядет, скорее всего. Ну, полетела. Видите, вчера я выпускал, она не полетела. Сегодня уже начала летать. Видите, сходу пошла, чтобы сеть, и полетела. Ну, что есть? Показываю. Не рассказывай, но показываю. Тебе другую парочку на Райку отправил. Сейчас, Это вот она. И сейчас ее голуби тоже. Сейчас тоже гускохлот. Это вот он. Посмотрим, будет дурковать. Или, 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 или. Голубочка пытается идти, но раскроется, она быстро раскроется, долго не будет. Так, теперь мы выпустим другую пару. Голубочка. Ох, Моногова. Посмотрим, будет он бить, Или не будет бить Или будет дурковать Могут, сейчас все могут Особенно молодежь, когда поруется Жестко бьющие голуби Могут резко Дурковать Такое бывает среди голубей Начинайте отдельно гонять Без голубок Они себя показывают с другой стороны Совершенно по-другому Еще одна пара Это вот Мраморненький Голубочка Красного сыночка Он недавно начал лодковать Он всю зиму летал Он по-моему даже еще и боя не взял Из всех этих по-моему Боя не взял Он может уже и взял Но хорошие выходы давал А это из-под моих От Лохмоногова попер Который сначала дурковал И пошел Это вот из тех, которые всю зиму Каждый божий день я их показывал Это из этих И вот обратите внимание Даже тут Сталки Стайка пошла Кукла отдельно Хотя куклы Должны сесть сейчас на голубочку Но попер отдельно Вот это Про одиночных голубей Одиночные голуби Они уходят сходу Так, куда делся? Сегодня еще с утра Друг позвонил Про фуколу этого его желтого. Видите, вон он отдельно белый пошел. Это отдельно летит. Тут сколько? Два, пять, восемь, девять, десять. Одиннадцатого не вяжу. Так, теперь, значит, выпустим Голубка Сатаны. Это тоже молодая, которая дуплетом бьет. Посмотрим, что она сейчас будет делать. Дуплетом бить или будет останавливаться. Она и не пошла. Вот дура. Вот дура не пошла. Не заходил. Вот эти два пескуна мне нравятся. Хотя у них пока не боя, ничего нету. Но чисто стиль полета, поведение в нем нравится. Красненький уже пытается бить. Вот один попер отдельно. Видите, скучковались. Кукла сидит на Голубке. Кукла тоже одиночка, он не должен летать. Вот она Голубка, он на ней сидит. Видите, вон он. Ну и чужака выпустим. Пусть уходит к себе домой. Не нужен он тут. Давай, иди. Вася. А ты что, их снимаешь, что ли? Да. Да, он ролик снимает. Ну, посмотрим, улетит или придется. Вот такой лед, когда в куче Голубей. Мне не нравится. Мне нравится, когда вон отдельно, вон отдельно, вон отдельно. Мне вот такой бой нравится. Этот лед нравится. Я люблю одиночных Голубей. Опять же, это чисто на любителя. Да, красненький пескун начинает уже бой брать. Он перед этим выход давал на жопу. Нет, нет, садился. Сейчас же начинает и этот переворачиваться. До этого просто тупо летал на хвост. Но он из зимних пескунов. Я его в зиму гонял. Проверка прошла. Поэтому имеет право на вода. Ну, эти поднимаются. Эти поднимаются. Да, и вот с утра друг позвонил, профукал. Голубя желтого я как профукла. Ну, вот поднял, нету. Я говорю, слушай, ну, этот Голубь несколько лет летал. И притом летал круглый год. Вот. Он либо ко мне прилетит, либо к своему. Ну, говорит, за Голубкой бегал, так привязан был. Никуда не уходил. Соскочил и пошел. В общем, я говорю, ну, вот сядет. Ну, не видно его. Я говорю, ну, а как же его точки голубей видеть? Ну, красный пошел, сел сюда. Не захотел. Как же его голубей видеть? Вот он через некоторое время звонит. Появился. Появился. Ну, видите, поднимается. Теперь, вот смотрите, дорогие мои. Значит, многих интересует вопрос. Многих интересует вопрос. Почему иногда бывает такое, что голубь молодой начинает бой взять, дубасить, показывать себя. Потом резко бросает вот этот бой. Резко бросает этот бой. В общем, все. Он уже больше не бьет. Значит, ответ на эту причину. Два варианта. Первый вариант. Когда голубь начинает хитрить. То есть, что значит хитрить? Допустим. Ну, многие из вас... Так, я, наверное, камеру... Этак... Пойду клетку повешу и со два раза ему, наверное. Ну, вот видите, домашняя. Домой хочет. Мужа нету, а надо... Так, кш-ш-ш-ш. Кш-ш-ш-ш. Ну, и этого тоже сейчас поднимем. Пусть тоже идет. Пусть тоже идет. Пусть тоже идет. Пусть тоже идет. Так, чтобы видно было. Вот красненький. Этот не полетел опять с подчиня. И этот тоже не полетел. Не захотели. Ну, те летают. Так, значит, сколько? Четыре, восемь, десять. Одиннадцать. Двенадцать. Тринадцать. 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 Это четырнадцать. И пятнадцать. Ну, плюс еще и сатана должно прибавиться тут. Ага, там одного выше вижу совета, да? Одного не вижу. Да, так вот, значит, дорогие мои. Многие из вас ловили, наверное, чужие голуби. Как-то без буя, без ничего. Чужой голубь летит, дикарит, заходит к вам голубя одни. Потом день-два, и вы смотрите. Прямо он один появился. Пятнадцатый появился. Ну, шестнадцатый это чужак. Ну, что у него и хвост там как бы видно. Да. И смотрите, кто-то там просто наяривает. Просто танцует вовсю. Что произошло? Произошло то, что в чужом месте голуби могут ничего не показывать. Голуби. Кстати, по-моему, да, та голубочка улезла. От Лёва голубочка, которая с боем, она улезла. Вот её не вижу я. Вот среди этих её не вижу. Ну, молодец, молодец, да. Дура, давай летать. То есть голуби, как бы это, да, там, ведут себя неправильно. Это хитрая птица. Это умная птица. Аферистами ещё их называем, да, там. Она себя ведёт неправильно, как бы, чтобы у вас не понравится. Да, ну, вон голубочка, по-моему, да. Это вот одно случай. То есть вот когда в чужом месте птица может не показывать себя. Насколько, какое время может показывать? Может очень долго не показывать. Вот я от чёрного чубатого давал хачику, сына чёрного чубатого. У меня он просто боем уходил, боем это, да. Года два этот голубь у него ничего не показывал вообще. Так, нет, нет, говорит, соскочил там, чуть-чуть показал и всё, и больше ничего не показывал. Но он был таким. И птенцов он давал чётких у него. То есть птенцы выходили, всё чинь-чинь на рёк. А бывают случаи, когда вы не отдаёте. То есть эти голуби вашим же голубядням. То есть хитрять они не должны. То есть они должны себя показывать, да, там, ну, в том обществе, где ты вырос, там тебя все прекрасно знают, да, не надо и себя там чё-то, это, мудрить. Потому что все тебя наизусть знают. Надо себе это, да, мудрить там, где тебя не знают. Да, да, точнее не надо, но могут мудрить там, где тебя не знают. То есть в своём голубяне голубь не имеет права меняться. А почему всё-таки они меняются? А причина одна, дорогие мои. Потому что берут бой на голубей. Паруют там с грибунами, чтобы получить долгий лёд. Паруют там с другими белыми пельмиками, теми другими, там, добавляют время полёта. Но они добавили время полёта. И в генах у этого голубя находится не только гена бойных, но и также гена лётных голубей, которые бить не должны. Вот как дети, допустим, да, вот он родился, маленький, сначала похож на отца. Потом через некоторое время, смотрите, он похож уже на маму. Пошёл на маму стал похожий. Потом на деда, на бабушку, на прабабушку, на дядю. То есть гена как бы передаётся. То есть поначалу эти голуби берут гена от бойных. Со временем в них уже привилегии получают гена от небойных. То есть поэтому бывает такое, что голуби бьют, чётко показывают, потом раз наотрез отказываются. Ну или бывает ещё... Здравствуй, моя хорошая. Да. Ещё бывает на фоне стресса. Ещё третий случай очень редко бывает на фоне стресса. Но при этом случае голуби не только бить перестают, они и летать тоже перестают. Когда, допустим, копчик погнался за ним. В общем, и всё, наш парень улетел. Всё он забывает и бить, и то, и другое. Всё на свете. Но как следует эти голуби и летать перестают. Они и не летят, чтобы вам бой показывать, понимаете. Но за исключением, редким исключением, могут летать. Но такие голуби, если настолько право начинают летать, они очень быстро... Да, опять настолько право. Они очень быстро восстанавливают... Так, куда голуби, потому что солнце мне в глаза прямо... Да, вот они. Они очень быстро восстанавливают и бой. То есть возвращаются к бою с вами. Ну, как бы вот так. Думаю, достаточно. Вот они скинули. Сейчас опять поднимут, раскроются. Ну, вот смотрите, как я вначале поднял. Вот белый как летал отдельно, так и он летит отдельно. Вот это называется одиночный голубь, понимаете. В толпе или не в толпе он уходит один. А когда вот там поднимаете одного-двух штук, его там один там летит, другой там летит. Это не одиночный голубь, дорогие мои. Одиночный голубь у них не с кем. Вот белый, это белый лохматый, стариковский сын. Второй тоже должен быть. Второй я что-то не вижу. Вот они постоянно летают одни. Они не летают ни с кем. Даже с голубками. Вот кукла тоже, он летит один, кукленыш. Но вот он на голубки садится. Вот слишком любвеобильный. Ну, опять же, вот начинают подниматься. Скидывают, поднимаются. Падают и поднимаются. Вот горлица пошла. Ну, как бы вот так, дорогие мои. Мир в мир, голубям небо. Если успеешь посадочка снимать, то сниму. Если нет, то нет. Это кто, пера или голубочка? Не знаю, надо бинокль посмотреть. Ну, из этих белых, там три белых. О, еще один появился. Но только что говорил. Выше, выше. Выше, выше. Как бы вот так. Ну, дальше я посмотрю, чтобы убедиться, что как, почем. Ну, мы достаточно ролика. Мир в мир, голубям небо гонять. И, по крайней мере, вся птица летит. Все, что мне отправили, летит. Это уже много. Так, дорогие мои. Ну, вот и сатана появился. Вот он. Вот он. Снизу идет. Хитрый, очень хитрый голубь. Вот один брачок. У него то, что лодочка кидает. Вот это, это плохо. А вот с мозгами шикарно. И уходит нормально. Вот этот вернулся. Опять скинули. Опять поднимутся. Эй, дура, иди мужа встречай. Давай. Позорница. Позорница. Вот он. Ну, может, еще раскроется, посмотрим, что он себя покажет. По крайней мере, мозги шикарные. Ледки есть. Летит долго. Две вещи есть. Остается с боем. Ну, что-то вообще натриз не хочет красненький летать. Да, вот он, сатана. Это кто? Это генерал-обрат. Да. Это генерал-обрат. Белый был. Видите, скинул опять, за что-то бой сейчас тянет. Ну, это пескончик. Одно перый пескончик. Одного грудь зеленый, мазаный. Другого красный. Ну, этот опять сейчас сможет на бой стать, опять уйти. Голубочка, голубочка, которая яйца снесла, ушла покрытие. Нет ее. По-моему, она. Да. Блин, солнце мне в глаза. По-моему, она или нет? Не она. Ладно, сейчас на бинокль посмотрю. Так. Нет, дорогие мои. Это не она. Это вот чужак, который я выпускал, первый. Это он был. Ну, эти как поняли, скинули, опять пошли. Когда сядут, не знаю. Через пять минут сезли. Да, вот он чужак. Это вот чужак. Ну, летит неплохо. Поднялся. Нормальный. Помет хороший. Но мне он не нужен. Мне он не нужен. Он там от белого лохматого появился, походу. Сейчас. Потянем. Так, куда-то ушел, блин, потерял его. Потерял. Пока потянул, я его потерял. Ну, высоко как бы птица. Не всегда получается. Эти туда ушли. Попишу, наверное. Сейчас на паузу поставлю, подождем. Да, вот он. Вот белый скинул. И эти резко скинули. Сейчас низко, низко. И опять сейчас могут встать уйти. Вот посмотрим, что они покажут. Ну, сатана может рано скинуть. Скидывать себя, потому что он как бы мотался. Уставший будет. Да, скинули вниз и в сторону пошли. Ну, как бы вот так, дорогие мои. Мир, мир, голубям небо. А я буду смотреть. Ну, опять скидывается, поднимается. Скидывает, поднимается. А, там. Генерала братик не знает, что делать. Бить, не бить, летать, не летать. А это вот чужак прибился опять. У него хвост такой неполный. По хвосту уже вижу. Ну, когда высоко было, не было видно, я не понял. Голубочка улезла. Вот та голубочка с боем улезла. Так, она у меня в паре. В паре с стариковским сыном. Походу, тот тоже вместе с ней. Так, четыре, так. Два, четыре, шесть, восемь, десять, двенадцать, тринадцать. Чужак, четырнадцать. Я выпускал пятнадцать моих, чужака. И еще этот, сатана появился. И еще сатана появился. Значит, все правильно получается. Так, пять, десять, двенадцать, тринадцать, четырнадцать и троих. Нет-то. Одна голубочка. Эта ашотовская голубочка куда-то скинула. Вот эта негнатая голубочка. И этот. Ну, опять поднимаются эти снегы. Поднимаются. Молодцы. Так, ну, тут уже долго получилось, дорогие мои. Миру, мир, голубь, небо. Гоняйте. Все замечательно. Я буду смотреть. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok